Мы дети 14 группы детского сада «Карамелька» поддерживаем всемирный флеш-моб. Вот так воспитанники детского сада номер 2 «Карамелька» проводят время дома. Образовательный процесс продолжается, несмотря на режим самоизоляции. Проводят онлайн-занятия, творческие мастер-классы, конкурсы. Естественно, человеческое общение играет большую и важную роль, но новые формы работы деткам, поскольку это известно уже с малых лет, им, конечно, это все интересно. Не видно, чтобы это был какой-то испуг, страх. Наоборот, очень заинтересованы. Мы смотрим сейчас видеоролики, которые присылают родители. Конечно, большинство воспитанников детского сада находится дома, однако в «Карамельке» работает дежурная группа. Ее посещают не более 12 ребят. Это дети сотрудников предприятий, организаций, учреждений, которые продолжают работать. А именно работники здравоохранения, сверх ЖКХ, транспортного сообщения и другие. Подобные дежурные группы созданы в 10 детских садах нашего городского округа. Также работает учреждение, как и всегда. 12-часовое пребывание, с полным пребыванием. Завтрак, обед, полдник, ужин. Детки играют, занимаются, читают, спят. Все как обычно. Конечно же, мы предусмотрели все средства безопасности. Это, конечно же, наличие в санитарно-генетических условиях в данных ситуациях. А вот в школах образовательный процесс продолжается исключительно на дистанционном режиме. Ребята также утром отправляются на учебу, только спешат не в школу, а за компьютер. Например, вот так выглядит физкульт-минутка учеников школы номер 12. Подобный формат общения с педагогом знаком сегодня всем щелковским школьникам. Очень-очень давно первый человек на Земле полетел в космос и облетел нашу Землю один раз. И это был русский человек. И звали его, я думаю, вы помните, Юрий, правильно, Юрий Алексеевич Гагарин. Помимо этого, ребята выполняют домашние задания на платформе «Фоксфорд» и школьном портале. Выходят в чат с педагогом. Также проводят собрания, различные совещания. Словом, то, что является неотъемлемой частью жизни школы. Провести урок или совещание в онлайн-режиме сегодня не проблема. Главное, чтобы интернет не подводил. Вот и мы решили присоединиться к видеоконференции с 16-й школой с помощью обычного смартфона. Час директора в таком формате проводится впервые. К видеоконференции присоединились не только педагоги и ученики, но и родители. Обсуждали различные темы. Одним из актуальных стал вопрос режима дня для школьников в период самоизоляции. Обязательно соблюдать режим. Подъем по будильнику, работа и учеба по будильнику. Спонтанность в виде сна до обеда, сериалов до поздней ночи. И невозможность организовать себя и сесть за работу могут привести к дезориентации на несколько недель. Что нам, конечно, совершенно ни к чему. Важно отметить, что творческая деятельность – важная составляющая в развитии ребенка. Процесс обучения различным видам искусства также продолжается. И здесь технологии пришли на помощь. Например, так выглядят занятия Центра «Романтик» сегодня. По такой же схеме работают и другие учреждения дополнительного образования. У меня живет коза. 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 Я люблю свои козы. Безусловно, полностью заменить живое общение с преподавателем и с верстниками занятия в онлайн-режиме не могут. Но все же современные технологии выручают в такое непростое время, позволяют продолжать учебу и решать важные вопросы. Анна Бальет, Игорь Поляков, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.